Привет, меня зовут Даша, я сволочек, колечко сегодня потеряла, серебряное, по всю длину пальца, мне мама на Новый год подарила. Ну, в общем, это видео с мартовскими подарками, думаю, по названию понятно. Я почему сижу в шапке, мне мама подарила шапку вот такую, вот такую вот, вот такую вот. Вот, да, потом еще, она же подарила мне сумочку вот такого плана, поскорее на лето. Внутри, значит, два отделения, разделенные одним на молнии. И вот такие вот кармашки, вот и всякие всякости, ну и сзади молния. Обычно я в такие карманы ключик кладу. Так, далее. Что касается моих до подарков, то есть, так я называю подарки, которые мне подарили либо до праздника, либо после. Так вот, 7 марта мне мои коллеги подарили сювочку. Вот такую. Когда я взяла ее в руки, я подумала, что она из гипса, но написано, что она из фарфора. Видимо, у меня с подарками какие-то нелады, потому что совы, совы даже донести до дома не смогла. Я ее уронила, ну и разбила. Ну, это же я, что уголечко меня очень расстроило. Может, я его на работе просто забыла, положила в стол. Так, зятю. Ну, так и называю семью родной сестры моей мамы. По ряду причин. Подарили мне шаровары. Ткань вот такая. Ну, понятно, в общем, наверное. Для занятий йогой. Значит, потом... Подстаканники, нет, подчашники. В общем, вот такого плана. Чайничков с маками, с красными. Просто у меня есть несколько вещей со смаками. То есть, тут два таких блюдечка. Ну, я их полностью доставать не буду, но выглядят они вот таким образом. Очень такие миленькие, славненькие. Здесь хотя бы их я не разобью. Так, и... Моя прелесть. Духи Кристины Ангилеры. Название я не рискну, даже попытаться проговорить. Напишу информацию эту под видео. Сейчас покажу сам флакон. Вот так вот выглядит флакон. Здесь розочка. Если видно тебе спереди. Я их услышала. Нашла пробник в Космополитен. В журнале. И... Мне безумно понравился аромат. Мне захотелось его очень насчетить на шубе зимой. Но так как я провинциалка, живу в провинции, он до нас еще тогда не дошел к Новому году. И вот мне их преподнесли на 8 марта. Но, в принципе, аромат не до такой степени зимний и терпкий, что его нельзя носить ранней весной. В принципе, еще ранней весной можно. Это ближе к июню, к маю, наверное, так. На цитрусовые перейду. Ну, или в апреле. Как погода лежит. Значит, здесь я сразу почувствовала жасмин и сливу. Больше я не знаю. Я не нюхаю. Я запахи особо не... Означально запах такой чуть-чуть притерный. Ну, в принципе, как все зимние ароматы. Все-таки я его впечатляю именно к зимним ароматам. Но он такой, с такой... Не такой притерный, прям притерный. А вот такой вот... Все-таки с какой-то ноткой свежести. То есть, повторюсь, можно носить зимой их на себе. Что я с большим удовольствием и делаю. Значит, полный букет. Я оставлю опять же в инфобаре. Подведем. Смотрим. И это были все мои подарочки к 8 марта. Надеюсь, тебе понравилось. Цени то, что тебе дарят. Береги свои вещи. Не будь, как я. Пока.